Здравствуйте, товарищи! Объективное бытие переходит на личное, после чего возвращаются в сущность. Сущность становится основанием и вступает в существование, реализуя себя в виде субстанции, возвращаясь в понятие. Понятие определяет себя и становится объективностью, через умозаключение. Понятие приходит к объекту, то есть от идеи мы перешли к материи. Начинаем познание объективности для субъективной логики, или, проще говоря, открываем второй раздел третьего тома диалектики. Объективность обладает единым понятием, но состоит из разных самостоятельных моментов. Это механизм в себе и для себя сущие бытие. Внешне единое, но внутренне состоящее из различных друг другу объектов. Химизм – это вид объекта, отличающий от механизма своим эманентным законом. Теология – это идея, которая стала целью, порождающей из субъективного понятия объективность, снимающую через себя свои недостатки. Сегодня разберем только первую главу, посвященную механизму. Механизм имеет свой характер, образующийся из частей его составляющей, которые образуют его, видимо, единство, хотя по сути просто сложенные в одну кучу. Примером механизма нам послужат механический пресс для получения натурального сока из яблок. Пресс состоит из разных частей, таких как поршень или дров, которым давят яблоки, и ручка для передачи усилий на поршень. Данный аппарат – простой набор отдельных составляющих, но выступающих вместе как единый механизм со своими характерными чертами. Механический объект – этому заключение, не разделяющее себя на материю форму, его можно представить как вещь, как целая, состоящая из частей, как оформленную материю. Механический объект содержит в себе противоречия между безразличными частями его составляющими, тождеством их определенности, как единое целое. Механический процесс, в отличие от монада, рассматривает себя как зависимые друг от друга объекты, только так мы получим удовлетворительную рефлексию. Механизм, как полагание некого процесса, состоит из противоречия его объектов, предполагающих как тождество, так и различия. Это идеализированное соотношение, непрерывно продолжающее, становящееся всеобщим. Проще выражаясь, соковыжималка нам нужна и сама по себе, как отдельный объект, а как функция, способная перерабатывать яблоки в сок. Именно процесс выжимания сока объединяет все отдельные части в одно целое. Но при этом мы осознаем, что единственный механизм, а его действие идеализировано нами, как нечто самостоятельное с отбрасыванием внутренних взаимодействий. При этом механический процесс может переходить в покой. Переход из покоя в движение происходит через сопротивление отдельных объектов. Для преодоления требуется определенная мощь. Эта мощь является общей для всего механизма. Мощь, по сути, своей насиленной частями, и их общая судьба, как единого механизма. Наличие общей судьбы порождает самосознание. Результат работы механизма порождает некий продукт, который порожден самосознанием. А значит, результат механического процесса подчинен закону его запустившему. Рассматривая пример соковыжималки, мы видим, что она может находиться как во включенном состоянии, так и отключенном. Для запуска процесса получения яблочного сока необходима энергия, хоть электрическая, хоть мышечная, из предыдущего слайда. Мощность, подводимая к приводу, запускает работу всего механизма и запускает процесс производства. Распределение энергии на разные запчасти сковыжималки подчинены закону, который позволяет распределить приложенное усилие так, чтобы из яблок получился сок. Нарушив этот закон, мы не сможем получить нужный нам продукт. Механизм с нарушенным законом является сломанным механизмом. Механизм имеет точку сосредоточения, в которой он обладает тотальностью, где он собран в объективную единичность. Эта точка называется центром. Центр является сутью механизма, а его компоненты в своем соотношении имеют эманентное определение, то есть закон. В случае соковыжималки, ее центром является поршень, передающий давление на яблок именно так, как необходимо для процесса выжимания сока. Это вся суть пресса для выжимания сока, все остальное лишь компоненты. Закон един и различен для внутренних и внешних проявлений механизма, то есть в себе и для себя определенности или индивидуальной индивидуальности. Закон есть только у индивидуального, свободного механизма, обладающего жизнью и духом. Закон заставляет механизм быть свободной необходимостью. Возвращаясь к примеру соковыжималок, мы должны вспомнить, что они делятся на несколько разновидностей, отличных друг от друга, принципом работы. Одни из них давят сок при помощи пресса, основываясь на законе выдавливания из твердых веществ жидкости. А есть соковыжималки, основанные на центробежном законе, когда из измельченных фруктов получают разные фракции под действием центробежной силы. В обоих примерах механизмы свободны, как самостоятельные виды техники, но скованы необходимостью работать на тех законах, которые их предопределяют, то есть закон получения яблочного сока. Переход механизма через его закон и индивидуальность дает нам самостоятельный объект, как некую самостоятельность. Самостоятельный свободный механизм определяет себя, как химизм. Изучив механизм досконально и со всех сторон, мы должны отрешиться от его составляющих и сосредоточиться на главном, важном для нас процессе, получении сока. Посмотрим на соковыжималку не как инженера, а как повара или домохозяйка. Но произойдет это уже в следующей, второй главе, посвященной химизму. Спасибо за внимание.